Вот видите, такой постаментик. Сейчас здесь просто столики стоят, а раньше на этом постаменте находились ванны, потому что приходили в бане не только для того, чтобы попариться в самой баньке, но и полежать в ванночке, потому что ванна дома у себя в доме, это была роскошь. Сандуновские бани Федор Шаляпин также любил посещать Сандуны, Андрей Миронов, Ландибир, Высоцкий и, как утверждается, даже Сталин иногда посещал Сандуны. Здесь снимали сцены из брата 2, статского советника, Моросейки 12 и Старого Нового Года. Известную всем иронию судьбы сначала снимали здесь, но потом, правда, сцены были пересняты на Мосфильме. Давайте окунемся в историю этого легендарного места и узнаем, что делает его по-настоящему особенным. Дело в том, что в процессе строительства был открыт источник, который решили превратить в фантазию. И в том внутреннем пространстве оформить, как вот такой вот Британский город. Поминанные мерные бань, есть еще такие самые дешевые, так называемые, простонародные баньки. Вот это вот самый дорогой разряд, вот если посмотреть на фотографию вот этого самого места. Сандуны с 19 века были местом отдыха и оздоровления для представителей российской аристократии, интеллигенции, политических и культурных деятелей. Сандуны выделялись на фоне обычных городских бань. Первое здание было построено в духе классицизма. Роскошная архитектура, элементы ампира, изысканность. Во второй половине 19 века банный комплекс расширяют. Его оформление становится еще более впечатляющим. Интерьеры украшаются мраморными колоннами, лепниной, зеркалами и дорогой мебелью. В отделке прослеживаются мотивы античной архитектуры. Просторные комнаты, отдыхосводчатые потолки, везде ощущается богатство и комфорт. Сюда приходили не только для оздоровления, но и для того, чтобы показать себя, встретить знакомых. Сандуны в 19 веке становится своеобразным клубом, где собирались известные личности Москвы. Услуги от простого парения до сложных спа-процедур того времени. Посетители могли воспользоваться разными типами парных, от традиционной русской до турецкой. Были массажисты и парильщики, предлагались напитки и закуски. Для знатных посетителей были предусмотрены отдельные кабинеты с индивидуальными ваннами, где можно было отдыхать в уединении. Здесь обсуждали новости, последние театральные постановки, политические события, заключались сделки и обменивались сплетнями. Бани стали неотъемлемой частью московской светской жизни, наряду с театрами, балами и ресторанами. Но что же Москва в 19 веке? Москва того времени представляла собой быстро развивающийся город, контрастирующий между старыми дворянскими традициями и бурно растущей промышленной буржуазией. Город сохранял свои давние купеческие и патриархальные черты, но одновременно становился более космополитичным и коммерчески ориентированным. В 19 веке Москва была центром не только политической жизни, но и культурных нововведений, литературного и театрального бумов. Город расширялся, развивалась инфраструктура, строились новые железные дороги, мосты, фабрики и мануфактуры. Сандуны идеально вписались в атмосферу московской жизни 19 века. Откуда происходит название? От владельца и основателя, силы Сандунова, актера Екатерининского театра. Он происходил из благородной грузинской семьи, которая переехала в Россию в 1724 году, ровно 300 лет назад. Тут, кстати, прослеживается связь с банной культурой в Грузии. Посмотрите мои выпуски про Тбилиси. Ну и, конечно, в этой истории не может не быть девушки. Актриса, певица Елизавета Уранова. Или Уранова. Не важно. Это ее сценический псевдоним. Девичья фамилия Федорова. Ну а позже она станет Сандуновой. А вот до этого за девушкой ухаживал граф Безбородко. Один из самых влиятельных и богатых людей тех времен. Безбородко никак не мог угомониться. Ему нравилась Лиза. Лизе нравился Сандунов. Сандунову Лиза. А Безбородко это не нравилось. По итогу он пакостничает молодой паре через директоров театра. В итоге, по легенде, Лиза со сцены театра обратилась к самой Екатерине II, которая после уберет к чертям гадких директоров и даст паре дорогу в новую семейную жизнь. Но это все не главное. А главное, что будет дальше. На свадьбу молодоженам пана дарят драгоценности и бриллиантов, которые они продадут. На денежки купят земельный участок. Изначально пара хотела построить там жилые дома и магазины. Но в итоге, изучив рынок всех существующих московских бань, банные уставы, отзывы постоянных посетителей, Сандунов решает создать заведение высшего уровня, достойное внимания московской элиты и творческих личностей. Федор Шаляпин называл Сандуны царь баней. Постоянно восхищался их большими залами, высокими сводами, лепниной, мраморными лестницами, золотой росписью и статуями. Сандуны были первыми дворянскими банями, где собирались представители высших сословий и интеллигенции. Для дворян были созданы номера с серебряными банными шайками. Здесь подают майот и читают Пушкина, чего не делают ни в одной другой бане Москвы. После войны и пожара 1812 года Сандунова переезжает в Санкт-Петербург, но здесь в семье начинаются разногласия и ссоры. В итоге брак распался. После развода между супругами имущество было разделено, и Елизавета смогла выкупить долю силы в банях. В течение XIX века бани не раз меняли своих владельцев. В 1869 году их купил купец и домовладелец Иван Григорьевич Ферсанов. После его смерти в 1881 году по завещанию они переходят к его единственной дочери Вере Ивановне Ферсановой, в честь которой была названа подмосковная Ферсановка. Вскоре она вышла замуж за офицера Алексея Ганецкого, сына генерала Николая Ганецкого. Алексей Ганецкий, вернувшись из поездки по баням Европы, предложил идею построить новые бани на месте старых. Новые бани были открыты для публики 14 февраля 1896 года. Вера Ферсанова – одна из первых успешных бизнес-вумен в дореволюционной России. Получив в наследство миллионы отца, Вера быстро стала крупной фигурой в строительном бизнесе Москвы. Она не только управляла доходными домами, но и занялась развитием знаменитых Сандуновских бань, и превратила их в символ столичного комфорта и роскоши. Строительство новых зданий для банного комплекса шло по ее инициативе. В итоге это сделало Сандуны не просто банями, а целым культурным центром, где встречались купцы, адвокаты и даже проводились важные переговоры. Среди ее друзей и гостей были великие деятели искусства, например, Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов. Правда, Вера столкнулась с разорением после революции. Новая власть лишила ее всего имущества. В последние годы жизни, благодаря поддержке Шаляпина, она смогла покинуть Россию и переехать в Париж, где и доживала свои последние дни. Федор Шаляпин вообще был постоянным посетителем Сандуновских бань и верил, что их уникальные парны благотворно влияют на его голосовые связки. Он считал, что горячий пар смягчает горло и очищает дыхательные пути, а это помогало ему поддерживать свой знаменитый мощный голос в идеальной форме. Владимир Маяковский тоже был частным гостем Сандуновских бань, которые он посещал, предпочитая мужское отделение высшего разряда. Для поэта бани были не только местом для отдыха, но и своеобразным ритуалом, который помогал ему восстановить силы и сосредоточиться на творчестве. В бане даже установлена мраморная скамья с табличкой, где указано, что на ней любил париться сам Маяковский. Говорят, что поэт был довольно брезглив, поэтому к его приходу всегда начисто вымывали ту самую скамейку. Что представляют собой новые Сандуны. Банный комплекс на Неглиной улице включает в себя 8 исторических зданий. Доходный дом Ферсановой, расположенный вдоль красной линии улицы и известный своим мавританским двориком, сейчас используется подразделением банка ВТБ. Но остальные строения этого банного квартала продолжают выполнять свою изначальную функцию, сохраняя традиции и атмосферу Сандуновских бань. Доходный дом – это архитектурная жемчужина Москвы, которая хоть и не входит в современный комплекс Сандуновских бань, связана с их историей. Дом был построен в начале 20 века и задуман как элитное жилое здание, предназначенное для сдачи квартир в аренду обеспеченным москвичам. Этот дом стал настоящим произведением искусства с фасадами в стиле эклектики. Этот дом был одним из первых оснащенных передовыми для своего времени инженерными системами домов – электричеством и водопроводом. Здесь с 1 мая по ноябрь 1902 года снимали квартиру Антон Чехов и его жена Ольга Книпер. Для отделки Сандунов мрамор привозили из Норвегии и Италии, кафель и плитку из Англии, Германии и Швейцарии. Были созданы инновационные инженерные системы. Вода поступала через специальный водопровод из Москва-реки. Для электрического освещения использовалась собственная электростанция. Помимо самих бань, здесь открывают гостиницы, рестораны и даже зоомагазин. В банях с самого начала было разделение для людей с разным уровнем дохода и социальным статусом. В общих зонах стоимость услуг варьировалась от 5 до 50 копеек, в зависимости от категории. Служащий в среднем тогда получал 60 рублей. Поэтому ходить в бане было в принципе доступно. Номерные отделения имели более высокие цены. От 60 копеек до 5 рублей. Три самых дорогих кабинета включали в себя 5 отдельных помещений, раздевалку, гостиную, будуар, баню и парильню. В сандуновских банях были тазики разных цветов. И использовались они не просто для красоты, а для удобства и гигиены. Каждый цвет имел свое назначение, чтобы не перепутать их функции. В одном тазике замачивали веники для пара, в другом более чистом обмывались, а в третьем тазике синего или зеленого цвета промывали ноги. А еще раньше в сандуновских банях специально строили постаменты, на которых размещались ванны. Вот видите такой постаментник. Сейчас здесь просто столики стоят, а раньше на этом постаменте находились ванны, потому что приходили в бане не только для того, чтобы попариться в самой банке, но и полежать в ванночке. Потому что ванна дома у себя в доме, это была роскошь. Что такое позорный столб в бане? В сандунах часто проводили время небедные люди. Они привлекали и воришек. Поэтому в сандуновских банях даже существовал необычный и весьма суровый способ наказания для тех, кто решался на воровство. Позорный столб. Основное преступление в банях заключалось в подмене номерков, которые выдавались посетителям для хранения их вещей. Вор, пойманный за таким делом, привязывался к столбу и любой желающий мог подойти, плюнуть в него, ударить или высказать все, что угодно. Это было публичное унижение, которое давало людям возможность проявить справедливое негодование. После того, как вор был подвергнут всеобщему осуждению и унижению, его безжалостно выкидывали на улицу, вне зависимости от времени года или погодных условий. Для удобства посетителей было предусмотрено 5 отдельных залов ожидания. Интерьеры были обставлены мягкой мебелью, коврами, зеркалами и украшениями в стиле Людовика XIV. Здесь не только парились, но и лечили всевозможные болезни. У парильщиков можно было заказать массаж и даже услугу дантиста. Вход был открыт и для богатых дам, которые могли приезжать вместе с баллонками или другими маленькими собачками. А горничные с удовольствием мыли питомцев рядом с их хозяйками. Что вы знаете о банных разрядах? Это определенные категории банных комплексов. Они отличаются друг от друга уровнем комфортности, интерьером и перечнем предоставляемых услуг. В Снадуновских банях есть 4 мужских разряда и один женский. Высший разряд – самый комфортный, первый – самый простой. Каждый разряд расположен в отдельном здании, имеет свой график работы и прескурант. Мужской разряд комфорт плюс до сих пор продолжает исторические традиции, заложенные 200 лет назад. Тут можно плюхнуться на диваны и посидеть за столиками. Есть даже читальное и можно почитать. Есть массажное кресло и эталонный сервис персонала. А главное отличие разряда – безлимитное время сеанса, зафиксированную сумму и ночной график работы. Просто мужской разряд. Главное украшение Снадунов. И единственный разряд, сохранивший аутентичные интерьеры 19 века. Бассейн – жемчужина наследия Сандуновских бань. Первый мужской разряд вернулся обновленным и современным. Полтора года шла реставрация 700 квадратных метров. Парная была выстроена заново, при этом не потеряла своих качеств. Фильм «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна был снят прямо в бассейне Сандунов. Для создания эффекта настоящего морского сражения использовались масштабные макеты корабля. Он плавал по воде банного бассейна. Сцены ледового побоища в фильме Александр Невский также снимались в этом бассейне. Друзья, если вам понравились сандуновские бани, ставьте им лайк, пишите в комментариях, какие места москвы и не только стоит увидеть. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся подобные ролики. Так вы будете узнавать больше про историю интересных мест в разных городах и странах. У меня есть также второй канал «Смапс Эдюкейшн», где я делаю обзор на зарубежные учебные заведения. На канале мы публикуем визовые новости, изменения в правилах въезда в разные страны, истории успешных людей и многое другое. Если вам интересна учеба за границей и путешествия, подписывайтесь на канал. На нашем сайте www.3wsmap.ru вы найдете самый подробный перечень учебных заведений за рубежом от детских лагерей до лучших вузов мира в 40 странах.